С тех пор он встал под удар, потому что проверка отношением к Чечне была и остается главной для власти. Плюс фактор Молдавии, с которой решили дружить, а стало быть, стало трудно держать, вопреки воле молдаван, целую армию, хоть бы и армию только по названию. Что это означает сегодня? Армия генерала Лебедя. Это, скорее, символ для армии России. Звездочка небольшая, к которой люди тянутся. Она боеспособна? Вполне. Итак, Лебедю предложили зам по боевой подготовке в Чите абсолютно тупиковую должность для человека, не окончившего Академию Генштаба, а он отказался. Эта скоморожья, Грачевская армия, давно надоела, я бы давно из нее ушел. Вот это единственное чувство ответственности, она меня вязала и вяжет до сих пор. Ситуация складывается таким образом, что меня ушли, а директиву, похоже, признали действительно несостоятельной. Скорее всего, она будет либо полностью, либо процентов на 90 отменена. Теперь, что именно хранил Лебедь? Ведь вот его знаменитые склады. До нашей съемочной группы сюда еще не ступала нога человека, то есть, я хотел сказать, журналиста. Если бы советская родина захотела распространить на Балканы передовой образ жизни, то использовались бы именно эти снаряды. Более 500 вагонов взрывчатки, 2500 вагонов с боеприпасами, плюс горы тяжелого оружия. Одним словом, как раз достаточно, чтобы развернуть Юго-Западный фронт против НАТО. Здесь была ставка Юго-Западного направления Советской Армии. В нее входили Одесский и Киевский военные округа, весь Черноморский флот СССР и группа войск в Венгрии. Сейчас Минобороны собирается вывести большую часть арсеналов за три года. Это утверждение – хорошая проверка на веру в чудеса. Если вам удалось в это поверить, приходите завтра на Красную площадь, создадим партию доверчивых. Эксперты полагают, что проблема этих арсеналов в том, что часть из них вообще нельзя трогать. Это те, что лежат лет по 40. А другие придется вывозить значительно дольше. Здесь заложили три года. Это они при их уровне экономики закладывают девять, а мы при нашей стоящей на коленях кляче экономики закладываем три. Потом эти три-то невыполнимые. Соглашение Молдавское-Российское, оно не работает. Оно 21 октября подписано, но, думаю, не ратифицировано. То есть отсчет времени не пошел. Кто что будет финансировать, совершенно неизвестно. У нас бюджет-то лепится в середине года. Тем не менее, давайте выводить. Вот мне неизвестно. Неизвестно ни один населенный пункт, куда предполагается какую-то часть вывезти. Расформировывать на месте пошли по пути наименьшего сопротивления. Я уже расформировывал. 26 соединений частей расформировал. Но все их вооружение, техника, имущество, оно осталось здесь. То есть остальные все просто разбухли. У них совершенно несоразмерное количество. Это всего, что не сказал, барахла. Скептики здесь, в Приднестровье, полагают, что часть арсеналов будет разворована или распродана. По некоторым западным оценкам, стоимость содержимого этих складов составляет 4 миллиарда долларов. Российские средства массовой информации указывают, что после распродажи кавказских арсеналов и исчезновения страны Лимонии в западной группе войск, пришла очередь этих арсеналов. Часть из которых уже обещана или продана нуждающимся боевикам. Наши источники утверждают, что в селе Глиное Слободзейского района Приднестровья 16 эмиссаров из Чечни уже дожидаются свежей партии оружия. Считается, что оружием торгуют приднестровцы. Именно об этом предупреждал и с этим боролся Лебедь. По данным офицеров 14-й армии, машиностроительный завод имени Кирова в Приднестровье давно уже производят взрывчатые устройства в банках из-под пива. Эти банки-оперативники находили уже на бандитских малинах в Москве. Арсеналы 14-й армии могли бы серьезно стимулировать преступную торговлю. Ряд руководителей Приднестровья надеются стать чем-то вроде дилеров Министерства обороны по торговле оружием. Сам Лебедь еще может вернуться к вопросу Приднестровья, если преуспеет в большой российской политике. Во всяком случае, он на это надеется. Ему предложен пост заместителя председателя Конгресса русских общин. В этом случае он станет работать в паре с Юрием Скоковым. За Юрием Скоковым стоит структура Конгресса, финансовые группы. У него большое влияние на региональные элиты, директорат, в том числе и ВПК. Однако вполне возможно, что Лебедь позволит за собой ухаживать другим политикам и, пообтеревшись в Москве, сыграет самостоятельную партию. Уже сегодня Лебедь готовит соображение по реформе российской армии. Это не реформа. Сокращение, новая форма одежды, врачонок табака на фуражке, это не реформа. Что же по-вашему реформа? Это очень долгий разговор. Ну, хотя бы в общих чертах. В общих чертах? Для вашего оппонента. В общих чертах не получится, понимаете? Если в самых только общих... В самых общих. В самых общих. Так вот армия это институт государства, и только государству дано реформировать свой институт. Вот это надо понять. И не ставить перед армией задачи. Реформируй-ка себя армия сама. Это не может быть, потому что не может быть никогда. Надо разобраться с понятиями военная реформа, реформа вооруженных сил и реформа в вооруженных силах. Вот это совершенно разные понятия. Надо их четко разобраться. Реформирование армии государство может ввести посредством создания и финансирования соответствующего разного рода экономических, военно-политических, социальных программ. Другого не дано. Вот американцев таких программ 17. Они когда-то набили массу шишек во Вьетнаме, поняли, что надо реформироваться, проделали эту работу, проделали ее, насколько мне известно, за 13 лет, но успешно. Нам за 13 лет, наверное, не получится. А у нас сколько таких программ, если у них 17? У нас масса всяких программ, еще больше у нас законов, но они все практически на 100% не работают по двум причинам. Нет механизма реализации, нет финансирования. Боюсь, что для серьезной политической деятельности этого недостаточно, и ему придется подготовить тезисы и по другим сферам жизни. В современном мире, я полагаю, что еще очень долго при нас и после нас будет так, что мир где-то стоял, стоит и будет стоять на силе. Уважает тот, уважает тех, у кого эта сила есть. Если мы хотим иметь сильное государство, мы никуда не денемся от того, чтобы иметь сильную армию. Не мною сказано, кто не хочет кормить собственную армию, будет кормить армию неприятеля. Никуда от этого не денешься. И ослабление раздробления страны, ослабление армии привело к тому, что государство, которое бы, допустим, 10-15 лет и мысли бы не держали напасть на Советский Союз, еще раз все позволяют всевозможной вольности. Они видят, что мы слабы. У нас еще осталась последняя надежда. У нас есть ядерное оружие. Нас еще просто побаиваются. Если посредством подписания соответствующих программ и договоров мы его лишимся, нас будут просто откровенно вытирать ноги. Мы никто. Мы территория для выполнения трех функций. Поставка на мировой рынок очень дешевого сырья. Поставка на тот же мировой рынок очень дешевые рабочие силы. Вселенская свалка всевозможных отходов, включая радиоактивные. Было 70 лет продолжительной жизни. Сейчас 58. Я полагаю, или не я полагаю, а кто-то полагает. Хватит 40. Сырок быдло, пускай подыхает. Итак, лебедь входит в московскую политику. Недавно я спрашивал людей из Министерства обороны, зачем им беспокойный лебедь в столице. Неблагоразумнее ли для них держать его подальше. Они отрицают, что лебедь вне армии станет для них фактором беспокойства. И, по-моему, сильно заблуждаются. Тем временем, часть приднестровских лидеров расправила плечи. Чеченцы и другие заинтересованные стороны ждут поставок оружия. А маленький оазис социализма в Приднестровье просыпается каждое утро под песню «С чего начинается Родина», транслируемую местным радио. Мы навестим этот благословенный, полунищий и сказочно богатый край еще и в следующей передаче, если за выходные в Москве ничего эдакого не случится. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok